В этом году исполняется 31 год со дня вывода советских войск из горячих точек Афганистана. Среди тех, кто отправился исполнять интернациональный долг, было 1500 павлодарцев. 36 из них вернулись домой в Цинковом гробу. Воины-интернационалисты почтили память тех, кто пал в бою. 1989 год вывода войск из Афганистана. Та война забрала множество самоотверженных воинов, кто отдал свою жизнь, выполняя долг перед Родиной. Ровно 31 год назад для советских солдат война прекратилась. Сегодня мы имеем возможность знать эту историю от свидетелей тех страшных событий. Он помнится, как вот эти два года, которые я там провел. Конкретно какой-то день это не вспомнится. Потому что война-война, а каждый день одно и то же. Да, каждый день тоже нападения, отражения, выезды, по тревоге. У меня еще рота была, которая недалеко от Саванга стояла. Там приходилось работать каждый день, днем и ночью. В Афганистане были в 1983-1985 годах. Два года был пулеметчиком высокогорной местности, где резко-континентальный климат. 15 февраля 1989 года является важной датой в памяти у воинов-интернационалистов. В этот день были спасены жизни тех людей, которые ушли воевать в горячие точки Афганистана. Ежегодно в этот день все приходят к монументам памяти и склоняют голову перед теми, кто не дожил до этой даты и не услышал долгожданного приказа о возвращении домой. Я вот сам служил, призывался в далеком, в 1978 году, службу окончил в 1980 году, вот когда наши войска по просьбе тогдашнего афганского правительства в 1979 году, в декабре месяц я вошел, в 1980 году я вот служил службу, вернулся домой живой, здоровый. Сегодня мы должны знать и помнить тех, кто был участником войны в Афганистане. Каждый год в Павлодаре проходят неоднократные встречи с молодым поколением, где святители тех времен делятся своими воспоминаниями. В минувшие выходные после официальной части, которая традиционно проходит в сквере воинов-афганцев, где увековечены имена 36 павлодарцев, прошел торжественный концерт, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск. Пролетели года, словно птицы, Позади оставляя все то, Что так часто на чале нам снится, И что память зовет за собой, И под знаменем силы... Только помня прошлое, можно говорить о будущем. Это в первую очередь касается молодежи. Для них солдаты, служившие в Афганистане, являются примером мужества и отваги. Валерий Степчук, Даулет Кошкирбаев, Ертасахпарат.